Продолжение следует... Что я сейчас эти дни переживаю неимоверно, неимоверно. Я только радио услышу, но просто боль такая в середине. У нас на щуке было 11 человек русских, ребята, мотористы, бомбежщики, гранатометчики. Ну, короче говоря, такие самые, какие мы. А у нас то 40 человек. Команда была. Я служил в Крыму командиром отделения. У меня в отделении работала на РБМ, районстанция. В общем, 135-й гвардейский танковый полк, 128-я дивизия. А сейчас я знаю, что такое война. Так воевать нельзя. Раз убивать, понимаете, детей, это все танками менять, понимаете, это у нас же... Это знущение из народов. И что, товарищи? Нельзя этого делать. Я знаю, Вторая мировая война как бы. При Йосипове Сиреновиче, при всех товарищах такого же не было. Я ж хорошо помню. Как можно было в нас увидеть врагов, которых он уничтожает? Как можно было? Кто ж мы такие? Мы же мирные люди. Мы же ничего у него не брали, ничего не просили. Мы себе жили. Почему нужно нам было навязывать какие-то другие манеры жизни, манеры правления? У тебя своя есть Россия, большая, огромная. Вот там себе хозяйничай. Зачем тебя сюда кто звал? Я знаю, что в Мариуполе робится. Я постоянно слежу за этим. Ну, это вообще... Сейчас война... Это война никудышня. Я не могла допустить, что будет открытая война. Вот я понимала Гитлера. Потому что Гитлер, это... Он хотел уничтожить всю... Все национальности. Это должна была быть одна единственная раса. Поэтому его цель была понятна. А тут, можно сказать, близкие по происхождению, родственные души. И с этими душами так расправиться. Немцы рассчитывали так. Сначала взять Мариуполь, а потом Одессу. Потому что на Одессу они решили, что это сложнее, чем Мариуполь. Войска, которые там были, и четыре лодки, которые пришли, и Черное море закрыли. Дали возможность Мариуполь самому защитить и быть до края. Значит, не сдаваясь. Нашим ребятам, которые служили, вот у нас было 11 человек. Чтобы они сегодня такое делали, что... Белоруссия. Я побывала в Хатыни. Я побывала в Москве, в Холм Славы, в котором были представлены книги победы каждой республики. И Украины тоже. И вдруг вот это взять и войти в такую, как говорится, единую борьбу против Украины. Предоставить все свои площадки для того, чтобы нас убивать оттуда ракетами. Они не рассчитывают, что тут будет область. За эту землю надо стоять капитально. Все нагнетается, все это. Война эта не дает народу развиваться, жить как положено. Какое-то остервенение. Это необъяснимое желание уничтожить не только город, но полностью уничтожить людей, прийти к тому, чтобы скорее, может быть, даже и сдаться. Но, видите, ничего не получается. Стоят на защите этого Мариуполя любыми средствами, любыми путями. Не хотят. Ребята передают свои трагическое положение свое, но не сдаются. Война – это уничтожение народа. Все. Особенно сейчас эта команда Путина, я не знаю, он… Ну, я… Так же не делается. Зачем это? Я снущаюсь из народа. Он даже не хочет выпустить оттуда детей. Может, если представить, как он поступит с теми, которые там… Он понимает, никогда не сдадутся ни во что и ни за что, что бы ни случилось. Это люди живые. Это люди, у которых нет ноги, нет руки. Раненые сидят без помощи медицинской. Они не могут их полечить. Они разрушили все, что можно было разрушить. Медицинское обслуживание не получают. Я готова встать на колени перед ним, чтоб только он этих людей оттуда выпустил. Какие слова нужно ему подобрать? Я разыграю чуть-чуть, а потом еще с роботи захочу. Какая капитуляция? Украина была, Украина есть, Украина будет. Вона и так будет. Хоть Россия там, понимаете, начала что-то там наступать. Украина останется Украиною. Вот женам мы ее выживаем, значит, с нашей территории. А потом что? Что потом делать? Эта хитрая лисица – это большая сволочь. Надо прекратить эту бойню. Он пришел нам помочь освободиться от того, от чего сейчас он освободил всех людей. От нормальной жизни, от близких, которых он убил, от детей, от родных, от стариков. От всех он освобождает страшными смертями, страшными разрушениями. Та хитрость, та жестокость, которая поражает всех, она должна исчезнуть на Земле. И я знаю, что наша страна борется, и она является примером для всех стран мира, для планеты. Чистота и любовь должна сопровождать человека на Земле. Он создан для творчества, для того, чтобы дать что-то хорошее, доброе. Вот какая цель жизни человека, а не убийство. Это надо Путину предать. Мы защитили в 1941-1945 году страну от страшного злодея. Ну, не будьте же вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите. И ради нашей победы, которую мы ковали тоже, ковали и разрушенные были города, и села, и мы их восстанавливали. И поэтому сегодня, мои ветераны, конечно, мы обращаемся, мы просим, и даже, в конце концов, если можно сказать, требуем. Выпустите гарнизон из Мариуполя, будь ласка, выпустите их. Главный старшина Щуки 215-й, Василий Семенович Клюй, убедительно просим принять соответствующие меры для освобождения и военных, и гражданских, которые находятся сегодня в городе Мариуполь. Играет музыка Играет музыка Эграет музыка Играет музыка